Сейчас, в эту субботу, недельная глава Азину, и затем съем с воскресенья на понедельник Суккот. Семь дней праздник Суккот, потом же меня целят. Поговорим о недельной главе, и потом поговорим о Суккот. Песнь Азину в прошлой главе, Бог велел, может, это записать, и... Запиши эту песню и научи ее сынов Израиля, вложи ее в их уста, чтобы эта песня была мне свидетельством о еврейском народе. Когда я его... Я читаю из прошлой главы, я его приведу в землю, чтобы я поклялся отцам, текущим молоком и медом, будет есть, насытиться и станет жирным, и он пойдет за другими идолами, будет их служить, будет меня сердить, нарушить мой союз, и когда его встретят беды и неприятности, эта песня будет свидетельствовать о нем свидетельством, а потому что она не забудется от его потомства. То есть, это песня Азину, предупреждение. Песня Азину говорит поэтической форме. Между прочим, поэтическая форма вторая, это не рифмы, но поэти. Есть проза, есть поэзия. То есть, в обычной... То есть, проза в обычной форме, а есть поэтической. Так это... Это из песни. Эта песня говорит о... Начало... ...еврейского народа, как он вошел в страну, как он отошел и стал служить идолам, какое наказание... Как на него придет наказание. Как он будет страдать. И как Бог его потом спасет и вернет в свою страну. И все это в поэтической форме на... А во всех этих эпохах. И все, что там написано, точно исполнилось. Прислушайтесь, небеса, я буду говорить. Пусть земля услышит слова моих уст. Я рыбка, а мотор лихи, чтобы капало, как дождь, мое учение. Тизау катал, чтобы цикла, как роса, и мроси мое слово. Ки сири мали дэше. Как... И бывает, что... Как ветры, то есть, как ветры, которые идут... Как дождь, который идет с ветром, а лэй дэше. На траву, выхир виви, капли, а лэйсов на траву. Кишим одино и кро. Когда имя Бога я буду звать... Давайте величие нашему Богу. Это начало. Он обращался к небесам и к земле, чтобы они прислушались. Теперь он говорит про Бога. Ацур, он сказал, он крепкий, томим полный. Его действие полноценное. Вы знаете, в нашем мире кто-кто-кто сильный обычно не ищет справедливости. У него же есть сила. Сильный не ищет справедливости. Зачем ему справедливость, когда сила на его стороне? О, просили, что это сегодня герцайт, Маркс Бен Йитцок. Он был посвящен. Теперь. Но у Бога это не так. Как скала. Да, то есть Бог крепкий, он. Но томим полный. И вот здесь все полноценное. Все идет справедливо. Кихоудрохов мишпот. Потому что все его пути правосудие. Правосудие это из качества Бога. Бог верности. То есть даже если цадыки, мы видим, что они страдают, но они получат свои добрые дела, получат свое. В Эй-Нобел. Нет несправедливости к негодяям. Как раньше пишут, бывает, что негодяи получают плату за их добрые дела в этом мире. А в том мире им ничего не остается. Поэтому все говорят, цадык справедливый, в Йошире прямой, у Он. То есть у Бога все его пути справедливы. Даже если он оказывает кого-то, то это только все справедливо, как полагается. Не на каплю больше. Первое, оно говорит про еврейский народ. Если кто-то ведет себя недостойно, неплохо, он портит ему, он портит Богу. Нет. Это его сыновей, это их изъян. Они портят себе. Богу ли вы это будете делать? А много народ негодяй были хохом и неумны. Но Бога это подлец-негодяй, который не имеет благодарности. Что значит он неблагодарный, неподлец, неблагодарный и неумный? Очень просто. Кто-то был человек, у которого не было работы и не было на что жить. Кто-то его взял и принял на работу. Он должен иметь благодарность. А если он потом портит хозяину и ведет себя плохо, то тут есть две стороны вопроса. Во-первых, это неблагодарно. А во-вторых, ты же неумный. Хозяин потерпит, потерпит, потом тебя уволит. То есть это, я говорю как пример, то же самое относительно Бога. Те, кто что-то делают, поступают плохо, так как с одной, относительно Бога это и неблагодарность это новое. В-вторых, он неумный. Раньше или позже придет наказание. А-вторых, он ведь твой отец. Он тебя приобрел. О-схо он тебя сделал, в-вторых, основал. Он сделал тебя народом. Раша говорит, что еврейского народа все есть свое. Куаним свои, пророки свои, цари свои. Не нуждаются брать у кого-то другого. Все, что нужно, есть у тебя. Он тебе сделал народом. Ты должен иметь благодарность. Вот это, когда человек что-то ведет себя недостойно перед Богом, так тут две стороны. С одной стороны, это неблагодарность, а с другой стороны, это неумно. Раньше или позже придет наказание. Схейр емейс эйвум. Вот это то, что он обращается к еврейскому народу. Вспомни дни мира. Бину, вдумайтесь, шны из дыр в дыр. Годы поколения и поколения. Это, он говорит к тому поколению, вспомни, что было с прошлым поколением. Например, что было с поколением потопа и так далее. Что те, которые делали преступление, они были наказаны. Но это относится к каждому поколению. Вспомните годы мира. Вдумывайтесь, годы поколения и поколения. Это относится к каждому поколению и к нашему тоже. Понять содержание того, что произошло. Шау обихо. Спроси твоего отца, в Ягитхе. Он тебе сообщит. Скинехо, старейшины, в Ягитхе. Они тебе скажут. Первое, он говорит про еврейский народ. Что когда Беанхил Эль-Эль-Янгейм, когда Всевышний дал наследство народам, Беафриды, когда он разделил бне иодам людей, это, помните, поколение Афлага, разделение языков, Яцей, Вулыз, Аммим, он поставил границы народов в миспор по количеству бне истроил сынов Израиля. То есть, он оставил их. Он мог бы их уничтожить, он их оставил из-за того, что из них должен был выйти еврейский народ. И теперь интересно, что, соответственно, народам, количество народов, которые произошли, от Нуаха, было количество евреев, которые вошли в Египет. 70 евреев вошли в Египет. 70, Яков с потомками всего 70, помните? Гаве Вагигаш. Одно соответствует другому. То есть, еврейский народ соответствует всему человечеству. 70, Яков с потомками вошли в Египет, а всего есть 70 народов, которые перечисляются в главе Нех. Ких, Ких, Хилек, Адинуй, Амри, потому что доля Бога это его народ. Яки, это Хебел, Нахавосы. Это жребие его наследства. А первым говорит, как Бог заботился о еврейском народе в пустыне. Он нашел его верным в земле пустыни. О, в Исею, пустынном месте и лил, воет ящимен, пустота. Ящимен, пустынное место, воет. Иси, в Ивену окружил, там были четыре лагеря, я войны нею. Дал им понять, дал им то, и трену охранял их, ки ищен иных, как зрачок его глаза, его глаза. То есть, Бог их охранял, охранял от опасности, от змей, от зноя, от врагов, охранял. Кенешер Йоир Кеней, как орел пробуждает свое гнездо, то есть, своих детенышей. Алгей Золоб, и Рахейф, на своих пстенчиках он порхает, то есть, дотрагивается, не дотрагивается. То есть, когда он будет, он будет деликатно. Потом, Еврейск, нофов, так и Бог с еврейским народом. С такой любовью. И Фрейск, нофов, простирает свои крылья, как и уберет. И свои, и валы бросы, несет на своих крыльях. Знаешь, приводит мидраж, что другие птицы берут своих пстенчиков, несут ногами. чтобы кто-то на них не напал. А орел не боится других птиц, он берет их на крыльях. То есть, Бог с такой теплотой, с такой деликатностью заботился о еврейском народе. бог сам его ввел, во имя Эл-Нейхо. Среди них не было чужих идолов. Это эпоха пустыни. Раньше эпоха создания еврейского народа, эпоха пустыни. А теперь жизнь евреев в стране. Он посадил их на высоте земли. То есть, земля Израиля, там есть горы. воехал к новой саду. Он ел в плодиполе, военнике его. Дал ему сосать два шмисела, мед из коры. Мед из коры имеется в виду сладкие фрукты. Инжир, финики. И в скалистых местах бывает, что растут прекрасные фрукты. В земле Израиля удивительно. Так прекрасно все растет. И столько разных мест, в которых совершенно другой климат и растут другие плоды. Вешемен и масло Михаумишцур от крепкой скалы. То есть, есть скалистые места, в которых растут оливки. А из них делают масло. Скалистых мест. Прекрасное масло. Хемас в коры, масло от коров, вахарив, циин. жир от... Цон это и овцы, и козы. И жир от мелкого скота, овец и коз. Имхилев жиром корим барана. Вейлим. Корим это особо такие упитанные бараны. Вейлим бараны в Нейвошон, которые в Башане. их... и... там их пасут. Веаттуды, мы козлов. Имхилев килье с хитов. Жиром, пшеницы, которая размером как почка. Ведам иинов. Икров винограда, ты что хомер, ты пьешь вино. Из винограда выходит вино. как из тела человека выходит кровь, а из винограда что выходит? Вино. Тут поэтически говорится, какое богатство тут земли Израиля. Как прекрасно все растет. Прекрасные плоды растут, как какие коровы, какие овцы, какие козы, какие жирные. В современном мире говорят, что для здоровья жир не так нехорошо. Но вообще-то когда-то, когда мир был более меньше ели, не было такого изобилия, то всегда принималось, что жирное это хорошее. так что выходит, что вышло, что было изобилие, что вышло? Видите, это изобилие, изобилие приводит к опасности. Опасность изобилия. И сейчас тоже эта опасность существует. когда человеку есть все, то он начинает гордиться, начинает не считаться теми, кто выше его. он считает, что он сам все может и он сам хозяин. Воишман ешуран жирел ешуран еврейский народ воиват начал брыкаться. Шаман стал жирным, обвисо покрылся, обвисо стал толстым, косисо покрылся своим жиром. Воишт оставил Элх Осоу Бог, который его сделал. Война была и оскорбил цургиш Иосиф скалу его помощи. То есть пока не шло так хорошо, так он слушал и подчинялся приказам Бога. А когда у него все пошло хорошо и стал жирным, вы знаете, что думают богатые люди? Раз у меня есть богатство, значит, я понимаю лучше других. Раз у меня все идет хорошо, значит, я понимаю. А если я понимаю, зачем мне кого-то слушаться? Стать жить, когда все идет хорошо, это несет в себе опасность, опасность гордости. Человек должен ощущать в каждом своем положении, что это все подарок от бога, а без этого, что это подарок от бога, а без все, что он имеет. и как не так они стали сердить бога, без зори им чужими, без заявить, противными, противными, действиями. Противными действиями. Что значит противными действиями? Есть действия, которые бог запретил, а есть такие действия, которые противны самой природе человека. Противны. Сами по себе противны. Тогда же такие действия они стали делать. стали приносить жертвы чертям, что это не бог. Бога они не знают. Новые недавно пришли, то есть новые виды идолов. Перед ними у отцов ваших не вставали волосы, то есть ваши отцы их не почитали. скалу, которая тебя родила, ты забыл. Матышка забыл, бог который тебя вытащил из-за трубы матери. Я говорю очень, не знаю, как сказать, просто перевод очень коротко. эта песня говорит о многом. Там в ней очень много заложено. В каждом кусочке. Так он говорит о том, как евреи, когда все у них пошло хорошо, как говорят, разжирели и забыли, забыли о Боге, стали служить идолам, стали делать то, что им хотелось, и стали даже делать противные вещи. Увидел Бог, и он рассердился. От гни того, что сердили его сыновья и дочери. Бог сказал Астерофон наимеем Я скрою мое лицо от них. Я скрою мое лицо от них. очень просто. Бывает поважение, когда Бог раскрывает лицо, видна его близость, а бывает, что он скрывает, Бог присутствует всегда, но бывает, что он раскрывает свое лицо, и это видно, а бывает, что я скрою мое лицо от них. Эра, я увижу, Махарису, что будет в конец их. Кедерта Апухайсейма, потому что это поколение, которое перевернулось, это Апухайсейма. Боним, это дети, гээймом бом, не видно в них, Раша приводит несколько переводов, два перевода, не видно воспитания моего в них, и не видно веры, веры в меня, в них. Слово имен можно переводить и так, и так, а может, это включает оба смысла, не видно моего воспитания, мои имена, написано в СТР, он воспитывал, а есть имена, вера. Бог ведет себя с еврейским народом мира за миром. Они меня сердили, ревновали не Богом. Киасуни сердили меня баблеем, их глупостями. Ваня к ним, я буду их ревновать, я их накажу блеем, не народом, неважным народом. Бегейн новоу, народом под лицом ахисом я их буду сердить. Народ, у которого нет чувства благодарности, неблагородный народ. Бегейн новоу, народ под под ахисом я их буду сердить. Киэйш котховы апи, потому что огонь сгорел в моих ноздрях, ватикат, горел отшел тахтис, до основания бездны. Ватыху съела эра цвеевула, земля ее плоды, ватрает, и она жгла мейзды хорем, основы гор. аспе я прибавлю алими на них рой из беды, хитцая халэ бомб, мои стрелы я прикончу в них. Раши говорит, что в этой фразе лежит хорошее, мои стрелы я прикончу в них, значит, мои стрелы кончатся, а они останутся. мэзэй ров набухший от голода улэхуми рэшэв воины раши переводят а черцей векетом рири убивают черцы вешэмбэээмэс зубы скота ашалэ бомб натравлю на них. То есть будет такое поколение, что даже животные известно, что звери когда они кусают, они впускают свой яд. Но тут будет даже домашние животные мэшэмбэээмэс зуб животных ашалэ бомб натравлю на них им хамас. им хамас с гневом то есть ядом зэхалээ офор те, которые ползают по земле то есть змей. Мэхус сэшакилхэрэв снаружи убивает меч у мэхадори а из комнаты изнутри им страх гамбохур и парень гамбсула и девушка ейник тот, который грудной ребенок мэхэмээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но я это не сделаю, Гулы, если бы не КААС ЭЭФ ОГУР, гнев врага, который собран, как бы враги не скажут чужое, как бы они не сказали, а не Бог все это делал. Это страшные слова, страшные слова, что тут написано, что Бог бы наказал еврейский народ больше и уничтожил, но как бы враги припишут это все себе, это мы победили. Это народ, у которых нет совета, замысла. У них нет понимания. У кого? Народ, который преследует евреев. Они не понимают, что это не их сила, и не их разум, и не их удачливость. Это наказание от Бога. А народ, который преследует евреев, это не понимает. Народ, который нет замысла, мысли, не понимает. У них нет разума. Глуха хму. Если бы они были умные, яскиллы здесь, они бы это поняли. Я винула Христу. Они бы поняли, что будет с ними. Как преследует один тысяч, тысячу евреев, а двое преследует десять тысяч? Известный вопрос, который задавали. Как это многие евреи во время Второй мировой войны один или несколько немцев ввели большую группу евреев? Задавали этот вопрос. Вопрос, вопрос, но это написано тут, что так произойдет. Это не просто случайно. Это наказание от Бога. Это не в том, что они умные или не умные те люди. Нет. Как может преследовать один тысячу, уж на им, а двое, и они с рового, будут преследовать десять тысяч? И млэйки цуром и хором. Если не то, что их скала, их сила их продал, во двиной а Бог из гиром их передал. То есть надо понять, что это не... Все это совершенно не случайно. То есть если бы народы имели бы больше разума, они бы поняли, что это не естественное явление. Но они это не понимают. Кирыйка цуройно цуром. Никаких скала, никаких сил, наша сила. Мы войну плели, а враги судят нас. То есть тут написано в песне, как будет в то время. А наши враги судят нас. Они считают себя судьями, и они достойны судить. А теперь он возвращается, почему приходит такое наказание на еврейский народ. За их плохие действия. Кими гефенс дым гафном. Потому что от винограника с дом, их виноградник, то есть они вели себя недостойно. Умешадмейс омейро. Из полей омейро. А но воймей, инвей рыжь. Их виноград, горький виноград. Ашк, иди ашкалис мририс. Грозди горький ломи им. Хамастаниним. Как яд змеи ейном их вино. Верыш псоним. Ахзор. Есть такая змея Петта. Ахзор, которая жестокая. А тут он говорит, почему пришло наказание на еврейский народ. Из-за их плохих действий. А вот теперь продолжение этой песни, это уже о том, как Бог потом поможет еврейскому народу. Видите, тут есть эпоха. Эпоха прошлого поколения, как Бог разделил языки, как выделил еврейский народ. Затем, как Бог вел себя с евреями в пустыне. С какой любовью, с каким вниманием. Как Он вел их в страну. Как им было хорошо и, как говорят, слишком хорошо. И когда они жили, у них было очень хорошо, как написано тут, стали жирными и забыли о Боге. Это опасность. Когда у человека все идет хорошо, есть опасность забыть. И как они делали противные вещи. И написано, что теоретически можно было бы их уничтожить. Но враги, враги истолкуют это неверно. И враги еврейского народа, они дураки, они не понимают, что тут происходит. Они думают, что это наша рука сильная, мы сильные, мы, мы, мы. И они не понимают, что это наказание от Бога. Если бы они вдумывались, они бы увидели, что это неестественно. Как один преследует тысячу, а двое преследует десять тысяч. Но это наказание от Бога. Если бы они в это вдумались, они бы поняли, что будет с ними потом. А теперь мы тут уже об избавлении Богом еврейского народа, об их спасении. Это запрятано со мной. Хосом запечатано, боится рисой в моих глазах. Когда поколеблется их нога. То есть у них не будет евреев сил. Кикоры в ейм эйдом. Близок день их слома, выхож, поторопится осидой сломой то, что придет на них. Я перевел неверно. Эти фразы говорят про еврейский народ. Это спрятано со мной. Про еврейский народ. Он продолжает дальше. О преступлениях еврейского народа. И как все это, их действия записаны. И как придет наказание на них. Когда кончится. А вот теперь... Что? Схутовод там наставлено. Когда кончится. Так раньше говорится. Когда он кончится. В геморраге. В геморраге приводится как да. Но геморраге в других местах пишется так. Схутовод кончился. Схутовод. А вот бритовод, нет. Союз с отцами нет. Схутовод кончился, а бритовод, нет. Теперь до сих пор мы говорили о наказании на еврейский народ. А теперь говорится о дальнейшем. Как Бог поможет еврейскому народу. Ки йоды над иной амой. Когда Бог будет судить свой народ. То есть накажет. И после этого. Валаводов есть нахим. А на своих рабов он передумает. Ки йоры он увидит. Ки йозов йод. Рука врага усиливается над них. В эфес отцорвы йозов. И нету, чтобы кто-то собирал и помогал. Теперь он обратится к еврейскому народу. Скажет. А где ваши боги? Цур крепкие. Скалы. Хасую вещь. Чтобы вы полагались на него. А шахиле взвохиме ехилу. Что жир их жертв они едят. И что ей на сихом. Пьют вино, которое выливали на них. То есть еврейский народ отдавал свой жир и свою кровь. Скажем. Тому же социализму. Отдавали все лучшее. Что жир их и их жертв они едят. И что пьют ей на сихом вино, которое они льют их. Чтобы они, ваши идолы, которым вы служите. Чтобы они пришли и вам помогли. И аллехам сисро. Были на вас защитой. Вы им служили. Пусть они вас защищают. Руато. Смотрите сейчас. Это я и я. Нет Бога со мной. Я умертвлю и оживлю. Я ударяю и лечу. От моей руки нет спасителя. То есть все что происходило и все что происходит это рука Бога. Но тут Бог решил так, тут так. Но есть один руководитель мира. Когда я подниму к небу мою руку, то есть поклянусь. В марте я скажу я жив навеки. Если я заострю блеск моего меча. Если брак Хабиба возьмет за суд мою руку. Я верну месть моим врагам. Время сана врагам. А шалам я отплачу. Теперь это уже говорится, что Бог поможет, спасет еврейский народ. И Он отплатит врагам еврейского народа вместе. Когда, тут написано, нету Эфес от Сарвоз. Нет, кто-то собирал, кто-то укреплял еврейский народ. Я сделаю пьяным мои стрелы от крови. Мой меч будет есть мясо, резать мясо. От крови убитых и пленных. С самого начала, как враги врывались и делали плохое евреев. Тут говорится о наказании, которое Бог приведет на другие народы за то, что они мучили евреев. И все народы будут хвалить еврейский народ. Хвалите народы, мой народ. Потому что кровь его рабов он отомстит. Выноком Йоши Волцаров вместе он вернет своим врагам в Хиппер. И он помирится и успокоит Азмоса свою землю и амит свой народ. Так заканчивается эта песня. Очень остро говорит эта песня о разных эпохах поэтической форме. Роман говорит на эту песню так, что если бы, если говорил какой-то астролог, мы бы тоже должны были это внимательно читать. Потому что все, что там написано, выполнилось до конца. То есть кроме того, что еще должно выполниться. Но все, что написано, выполнилось. Так как мы перед Суккот поговорим про праздник Суккот. Ну, законы праздника Суккот. Духовное содержание праздника Суккот. Во-первых, интересно. Праздник Суккот написано. Радуйся, радуйся. Твой праздник. Во все праздники есть митсвад, симха радоваться. И в Песах, и Шабаот. Но написано это именно в Суккот. И в Суккот была наибольшая радость, которая была. Суккот какая особая радость. Есть радость и в Песах, и Шабаот. Но в Суккот особая. В Суккот есть особая митсва. Сидеть в Сукке. А память чего? Почему? Так написано в Торе. Чтобы ваше поколение помнили, что в будочках я вас поселил, когда вы вышли из земли Египта. В каких Суккот? Так есть, приводится, есть мнение просто буквально Суккот в будочке. А есть мнение, что это они жили под обраками славы, которые Бог им послал. И хранили их от зноя и помогали. По тому мнению, что это будочки буквально. Что значит? Это значит так. Рамбан объясняет так, что они жили в необычном положении. Они жили в таких местах, где люди не живут в домах, а только в будочках. То есть не в обычном месте проживания людей. И Бог послал им все, они жили в пустыне Синай, в котором люди не живут. И Бог послал им все необходимое. Послал им лепетание ман, послал колодец, послал обрака. А по другому мнению, это память обраков славы, которые окружали стан еврейского народа, хранили их от зноя, помогали. Интересно, так и основное относительно правил, это именно чем покрывать суку. Стены можно сделать из любого материала. А схах может быть только из чего-то специального. Из чего может быть схах? То, что растет из земли. Отрезали от земли, и это не принимает ума. Это три условия. Например, ветки. Ветки, камыши, травы. Тур задает интересный вопрос. Мы празднуем Суккот и живем в будочках, когда? Осенью. Вот сейчас, 15-го тышвы, неделю. Тур задает такой вопрос. А когда евреи вышли из Египта, скажите? Входишь в Ниссан. Входишь в Ниссан. Ну, так надо было бы сделать праздник, именно праздник Суккот в Ниссан. Так, такой вопрос задает Тур. Он дает свой интересный ответ. Он говорит так. Когда мы делаем митцву, важно, чтобы видно было, что мы это делаем ради митцвы. А не просто так, потому что нам так более удобно. Если бы был бы праздник, сидеть в шавашах. Весной, весной очень много людей выходят из домов и строят шаваши. Потому что дома жарко, а в шавашах это приятно. Ну, мы сейчас к этому не привыкли. Но люди, которые когда-то жили в деревнях, так и могли так вполне делать. И не было бы заметно, что мы делаем это из-за митцвы. А когда мы строим шаваши. Осенью это время, когда даже те, которые летом были в шавашах, складывают, разнимают шаваши и заходят домой. А мы, наоборот, выходим. Мы делаем все как раз наоборот. Чтобы было видно, что мы это делаем для митцвы. А не просто, что нам так приятнее и удобнее. Так отвечает Тур. Хотите слышать ответ Агро из Вильна на это? Он отвечает на этот вопрос совсем по-другому. Еврейский народ, как известно, у него был большой грех, что они сделали. Заготовывайте льда. И из-за этого часть из облаков, которые были на странах евреев, ушли. Когда эти облака вернулись, так очень интересно. Когда Бог простил еврейскому народу грех золотого тельца. Полностью Он простил в Йом-Кипур. И показать, что Бог простил еврейскому народу этот грех, Он велел им строить мешкан. Моше спустился на завтра после Йом-Кипура. Пустился в Йом-Кипур. На завтра он собрал весь народ. И он обратился к народу, что мы идем строить мешкан. И, пожалуйста, приносите приношения. Написано, сколько дней они приносили. Написано Бабокер, Бабокер. Утром, утром. То есть два утра. Два дня. Значит, 10-го Тишрей, Моше спустился с горы. 11-го он собрал еврейский народ. Дал указание строить мешкан. Два дня они приносили. Это 12-го и 13-го. 14-го собрали мастеров, которые этим занимались. И они посмотрели, сказали, что все достаточно. И они начали стройку мешкана 15-го Тишей. И 15-го Тишей вернулись в Бабокер. Есть в этом и символическое, что это не просто что Бог послал Абрака. Это Бог показал особую любовь и близость к еврейскому народу. И это возвращение близости после одоления. Это то, что было 15-го Тишей. Возвращение близости Бога к еврейскому народу. Ян Кипра было прощение. Затем было указание строить мешкан. И когда начали строить мешкан 15-го, вернулись облака и вернулась близость Бога к еврейскому народу. И в память об этом мы празднуем Суккоп. Именно в память об этом. А гроб получается очень интересно. Расскажите, как вы праздновали в России Суккоп? Как праздновали? Строили Суккоп и праздновали. Слава Богу. Я вам скажу, что у нас так. Была жизнь в Казани, потом была жизнь в Ташкенте. В Казани мы жили на съемке у одного татарина. Папа построил маленькую Сукку. Там у него был такой, как садик. Как дворик-садик у него был. И папа там построил небольшую Сукку. Я еще помню, что папа меня позвал спрашивать, можно ли брать ветки. Или он сам спрашивал у хозяина. И мы там по его разрешению резали ветки и уложили каждый год заново. В Казани спать в Суке было физически непрактично. Потому что там очень холодно. Мы приходили в Суку и ели. Для еды было место. Ну, в Казани мы были только четверо. Папа, мама, сестра и я. Вообще-то по закону обязаны в Суке только мужчины. Сука была очень маленькая. В Ташкенте мы жили в нескольких квартирах. И в каждой квартире строили по своему Суку. Говорят, в Ташкенте было тепло. Можно было там более приятно находиться. В Ташкенте была... Во время Суккот была погода наподобие, как тут. Может быть, тут немножко теплее. Мы строили Суку каждый год. Слава Богу. Говорят, от имени Агро из Вильны, от имени Любовица Габедычева, говорят, что Сука имеет особая митва. Что значит, с чем она особая? Тфилин, что мы одеваем на руку и на голову. А Сука, мы входим всем телом. Есть пшата Агро из Вильны, есть пасук в Тиле. Вои вышелым Суки. Умей нос и бецея. Есть две митвы, которые мы выполняем всем телом. Вои вышелым. Полноценно, что мы выполняем? Суки. Митва Цука. Умей нос и бецея. Нахождение в Ционе. То есть проживание в Эра Цисрою мы выполняем всем телом. Эти две митвы. Так Агро говорит. Две митвы мы выполняем всем телом. Что? Нахождение в Цуке и проживание в Эра Цисрою. А что такое митва быть в Цуке? Что значит быть в Цуке? Жить. Что значит? Это как есть, пить, спать, принимать гостей и находиться. Слава Богу, тут в Эра Цисрою не холодно. Можно спокойно спать и принимать гостей. У кого есть возможность сделать Цуку более просторную? Очень хорошо. У того, у которого Цука в террасе. Это уже по размеру террасы? У меня, например, я живу сейчас с женой и сыном. Так терраса, она полтора метра на полтора метра. Так я строю, там делаем, ложим схах. Так днем там стол и мы едим. Ночью вынимаем стол, ложим два матраца и, слава Богу, у нас есть там спальня. Днем это столовая, а ночью спальня. Цука это прекрасная особая митцва. Мы выполняем и можем выполнить всем телом. И вообще-то это большой духовной силой имеет выполнение митцва Цука. Выполнение митцвы Цука, он прибавляет добро Бога к нам. Когда нет дождей, приводится в геморре, это хороший признак. Очень хорошо, когда Бог дает нам возможность выполнять митцва Цука. И это прибавляет добро Бога. Я слышал интересное объяснение, ведь приводится так. Разрешено был суд в Юнкипор. А конец Цука, последний день Алшана Раба. Там тоже это, мы ведем себя как в день суда. Имеет атмосферу как в Юнкипор. Нет запрета работы, но атмосфера как в Юнкипор, молитвы, поведение. И мы говорим, желаем один другому питки топы. Хорошую, получить бумажку хорошую. Приводится так, что был суд, написано, подписано, а передают этого Шайнераба. То есть есть еще какая-то возможность исправить до Ишайнераба. Я видел интересное объяснение, что в Юнкипор чем мы служили Богу, каким качеством. И от страха перед Богом. Суккот дает нам возможность служить Богу в радости, с любовью. Нас проверяют во время, когда превращенный в Юнкипе мы были в страхе. А сейчас Суккот были такие, мы в радости и чувствуем себя легко и хорошо. Как мы тогда будем служить Богу? И соответственно этому у нас есть еще возможность много улучшить и исправить. Служить Богу в радости как надо. Сидеть в Сукке как надо. Принимать гостей. Говорить о чудесах Бога. Суккот это, об этом особый праздник. Можно что-то сказать? Да. Я просто сайт на одном родстве, сказали, что Всяким Ахруна, когда в Синкатору начинает Мухаф, Мухаф, Мухаф Ро, Марий Георгий, с Коплетен. То, что вообще пишется, что Вайшайны Рабы — это пискетово, про Ишайны Рабы говорят. Поэтому многие ведут себя, многие евреи, что они бодрствуют эту ночь. И принято молиться Ишайны Рабы, это особая молитва. Вайшайны Рабы, кто знает мотивы молитвы, вы знаете, там есть кусочки, которые традиции петь. Я говорю про Иерусалимскую, как Иерусалим принято. Как будний день, есть как праздник, есть как расширенный день Кипра. Имеет в себе несколько сторон. Ишайны Рабы — это последний день Сукката. И это тоже день передачи подписанного решения. Чтобы Бог помог, чтобы мы выполнили мисфат Сукката. Ну, после, мы прошли Йом-Кипур, и мы приняли на себя Чубу. А теперь посмотрим, как на практике, как мы покупаем четыре вида, какие мы, как выполняем мисфат Цукката, мисфат Дал-Эд-Миним. Интересно. Я видел одно из объяснений. Про Дал-Эд-Миним есть несколько объяснений. Одно из объяснений, что Этрок похож на сердце, Луав похож на позвоночный стол. То есть, должно быть, как мы ищем хорошее Тро, надо, чтобы сердце наше было такое хорошее, без пятнышек. И служить Богу с сердцем. Луав – это пока позвоночный столб. Служить Богу всем телом. Делать то, что надо. Одно из похож на глаз. Смотреть, что надо, и не смотреть, что не надо. Смотреть с хорошим глазом на всех. А Рава – это как губы. Говорить, что надо, и не говорить, что не надо. Хорошего, веселого Сукката всем. Выписки Тобе. Подписывайтесь на尾к. Теперь, Goela, потому что… Вidé Dual, также мама. Гвынкин. От których цвету, Продолжение следует...